Начался матч между ветеранами «Динамо» и сборной муниципалитета под названием «Арктика» с символического вбрасывания шайбы, в котором приняли участие легенды московского хоккейного клуба. Люди, которые пришли, смотрят на тех хоккеистов, которые в прошлом играли, играли, защитили честь своей страны, играли в сборной и в командах своих. Я думаю, что это будет всем приятно. Поначалу игра шла на равных, но все же мастерство и опыт именитых хоккеистов сыграли свою роль. Динамовцы быстро вышли вперед, а после первого периода нарастили свое преимущество до трех шайб. Команда очень сильная, ветеранов, хоть как бы уже ветераны, действительно, уже там многим и за 60 лет, но посмотрите, в какой они спортивной форме. То есть команда очень сильная, очень приличная, поэтому играть не просто интересно, а еще и сложно достаточно. Любители хоккея из Ленинского округа были очень рады выйти на лед и сыграть против тех, кто в составе сборной страны ковал победы на международных аренах. Не описать эти эмоции, когда против тебя играют олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. Ну, это просто как бы честь играть с такими людьми на одном льду. Нынешняя игра была посвящена 65-летию заслуженного мастера спорта Советского Союза Василия Первухина. С руководством Ледового дворца Арктика его связывает давняя дружба. Также он занимается развитием детско-юношеского хоккея. Ребята, если бы молодые смотрели, они бы чему-то научились, потому что здесь много мастеров, игравших и в НХЛ, и чемпионы СССР. Поэтому молодым ребятам можно кое-что подсмотреть. Василий Алексеевич Первухин, в честь которого сегодняшний матч. Хочется, конечно, от души сначала его поздравить с юбилеем. Друг, товарищ, коллега. Много пройдено. Пришедшие зрители не пожалели, что посетили в этот вечер Ледовый дворец. Они наблюдали за захватывающей игрой и всячески поддерживали спортсменов. Я вообще обожаю такой хоккей. У меня, тем более, муж, он выиграл клубу Крутого в Сочи. Команда Сталкер. Сегодня у меня выходной, но специально пришел посмотреть на ветеранов Динамо. Хочется с Белли Лединовым сфотографироваться. Завершился матч в ничью с красивым счетом 5-5. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.